Сплю, ем, снимаю, все, прям вот... Лучше бы тренировались, чем жрали. Но это не потому, что я скатился до Суприма. От Гамбит еще будут победы, я уверен. Когда мы все это заслужим, я вам точно говорю. Всем привет, ребята! Мы запускаем новую рубрику, где мы будем вам отвечать на самые популярные вопросы. Когда мы все это заслужим? Мы сейчас очень упорно тренируемся и надеемся, что скоро вернемся на наш пик. Скоро, ребята, победы будут скоро. Ждите, тренируемся, готовимся, справляемся с проблемами, но терпение и труд все перетрут. Я сам их жду постоянно, надеюсь на это. И когда-нибудь они будут. Не сейчас, не конкретным там ростером. Но от Гамбит еще будут победы, я уверен. Даже не знаю, я как-то вырос быстро. Карьерный рост, он есть. Потому что все начинается с далекого матчмейтинга. Когда ты получаешь звание Глобала, ты перепрыгиваешь на Фейсед уже, скажем. С Фейседа ты как-то хочешь пробиться в Мастер Лигу, оттуда ФПЛ-Ц и с ФПЛ-Ц в ФПЛ. И потом уже тебя повышают и дают какое-то там призвание и берут с команды. Пока даже не задумывался сильно об этом. Федерация Киберспорта. Кем? Что, президентом? Я буду президентом Киберспорта. Пока оставь. У меня сейчас есть маленький пробный островок Кофе. Я просто хочу посмотреть, что это из себя представляет, этот бизнес. Я буду заниматься в этом направлении. Я хочу в перспективе открыть свой компьютер-клуб, элитный, чтобы я мог от всей души давать условия игрокам, обучать их там же и, естественно, заниматься своим любимым делом. После того, как я завершу карьеру киберспортсмена, а это еще не скоро, я останусь в Киберспорте в любом случае. Работать не пойду. Я точно не смогу работать уже. Я себя психологически уже настроил так, что я работать не смогу. Я буду оставаться в Киберспорте. Либо же, если заработать достаточное количество денег, то открою свое дело, где оно также будет связано с Киберспортом. Нет никакого звания. У меня глобал. У меня около высшие тысячи игр. Я матчмейкинг-герой. Если смотреть по матчмейкингу, то у меня сейчас Суприм. Но это не потому, что я скатился до Суприма. Это потому, что я был глобалом. И не играл больше двух-трех месяцев. Не играл матчмейкинг. И из-за этого меня понизили до Суприма. Поэтому не подумайте. Я никогда в жизни не опускался ниже Суприма. Я вам точно говорю. Суприм. Потому, что я не играю в матчмейкинг. А если я играю, я всегда пару игр сыграю. Меня вернут моего Суприма родненького. И все. Я точно играю. Мовики. Нет, я мовики не делал, ребят. Да, действительно. Мы же целыми днями сидим, отдыхаем. Вообще не играем. Лучше бы мы действительно тренировались, чем снимали видосы. Все знают, что мы уже... Я проснулся, начал снимать видосы, там, влоги свои. Сплю, ем, снимаю. Прям вот контент зашкаливает у меня. А тренировки зачем? Нет. Я мовики не делаю. Я не знаю, о чем речь идет. В основном я считаю, что такие фразы пишут, ну, грубо говоря, школьники. Бывает, конечно, пишут взрослые люди. Но, значит, эти люди, ну, в чем-то не понимают что-то. То есть, как мы можем, вот, например, ситуация, снимаем, как мы кушаем. К примеру, я не знаю, была ли такая, но я думаю, что была. Ты кушаешь, и тебе, ты скидываешь это в Инстаграм в 12 часов ночи после упорных тренировок. И тебе в Инстаграм кто-нибудь может написать, там, или в ВК. Лучше бы тренировались, чем жрали. Ну, как, это, я думаю, что человек, который обладает разумом, он бы такое не написал бы. Организация это российская, но команда, получается, казахская. Это казахская-русская команда. В Гамбитах замешаны все страны СНГ. И поэтому я не могу сказать, что это конкретно какая-то организация, там, России, Казахстана или Украина. Это наше общее братское содружество, так сказать. Это СНГ команда. Спасибо всем за просмотр, ребята. Оставляйте свои вопросы под этим видео, и мы на них ответим в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok